Конечно же, внимание своего любимого мужчины, которого у меня не так очень много, но я думаю, что это будет еще шикарный букет цветов и подарок, который я уже попросила, он уже куплен. Самый неожиданный подарок? Я не знаю, я так сходу не вспомню. Наверное, первый шикарный букет роста на самом деле, потому что такие шикарные розы были только у нас 13 лет назад. Здесь подруга, ее поздравлю. Куплю букет цветов, которые она любит и приглашу на ужин. Цветами, женщин только цветами. Я уже получила нитки. Я люблю вязать, поэтому муж сделал подарок. Все подарки неожиданные, все интересные. Муж старается. Главное, скрыть до 8 марта и не проговориться о том, что приобрел на подарок жене. Ну, если честно, я еще пока не придумал. Ну, что-то цветы, наверное, какой-то маленький презент. Классическим методом, как можно поздравить супругу, мать, дочь. Дочь сладкое что-нибудь. Мечтаю и уют-уют полнейше навести в квартире. И цветов, цветов, много цветов. От любимых, родных, близких людей. Сюрприз, наверное, будет. Цветы еще, конечно. Красивая упаковка. Ну, еще что-нибудь. Торт, само собой. Я мечтаю, чтобы поскорее коронавирус улетел. Ну, по своей оси. И чтобы люди не болели. И чтобы все было здорово и замечательно у всех его, во всех семьях. Как и любая каждая женщина, о внимании, любви, добром отношении. Ничего-нибудь сладенького и чего-нибудь красивенького. Я надеюсь на инициативу и фантазии своего мужчины. Жену поздравлю, наверное, цветами. Мать тоже цветами. Сотрудниц любимых с какими-то поощрениями тоже, соответственно, цветами. Купили маме подарок. Будем поздравлять с братом и с папой. Потому что праздник важный. И нужно поздравить обидательно.